годы и узнать, как же ухаживать за красотой. Роза – самый популярный цветок в мире. Ее называют «царицей цветов». Чтобы она действительно шикарно выглядела в сезон цветения и без проблем перенесла зиму, уже в сентябре нужно сделать многое. Во-первых, уменьшить полив. Розы любят обилие влаги. Их нужно поливать в середине мая в течение всего лета раз в неделю. И воды им надо много. По два ведра на большие кусты. И по одному на невысокие растения. Но кухня, которая погружает зрителя в процесс реального времени. Ведь подвижность камер, вариативность локаций, возможность общения из разных ее точек, новостное утро каждого белоруса сделают еще более интересным. Объем студии 300 квадратных метров. Мы находимся в ней. Будут помогать делать вот подобные подвижные мониторы. Также в нескольких локациях будет создаваться различный продакшн проектов первого информационного. Ну и конечно же, вот подобная камера позволит сделать эфир максимально динамичным. Большой, глобальный наверняка был какой-то триггер, который повлиял, что это нужно. Когда вы решили? Вообще это было поручение президента. У нас когда-то было много лет назад, мне кажется, в году 19-18 совещание уголового государства по информационным вопросам. И тогда президент озвучил во вступительном слове, как сейчас. Помню, что назрела необходимость создания новостного канала. Ну и с тех пор мы начали потихоньку работать над этим проектом. И вплотную взялись, наверное, в последний год и быстро, за год мы все сделали. Объем работы, конечно, большой. Все было готово под ноль уже полтора месяца назад. Мы сами себе предоставили возможность поаттрактоваться, привыкнуть немного к новым условиям работы. Все участники творческого и одновременно технологического процесса заинтересованы в том, чтобы зритель получал как эстетическое удовольствие, так и разбирался в национальной мировой повестке. Самостудия максимально будет погружать зрителя в процесс жизни нашей родной и уникальной Беларуси. Новостная зона, спикер-зона, цветовое кодирование. То есть мы в соответствии с временем дня меняем свое оформление, постепенно, начиная условно с рассвета и заканчивая закатом. Вообще наша телевизорная работа наверняка стрессовая. И, знаете, а вот сейчас какой-то еще определенный выход из зоны комфорта. Вам комфортнее, когда есть такие вызовы профессиональные? Интересно работать? Ну это, конечно, интересно. Всегда интересно, скажем так, некрасивое слово бороться с чем-то новым. Когда оглядываешься назад, неужели мы все вместе это смогли осилить? Изменения коснутся многого. И что важно, это будет новая брендовая история. Единица и стильные оттенки, синий и бирюзовый, вскоре будут неразрывно связаны с новым телеканалом. Сама же идея информационного телеканала появилась достаточно давно и была обусловлена стремительно меняющимся временем, где сама информация, как телепродукт, может использоваться совершенно по-разному. Очень востребован новостной контент. И мы видим, у нас в стороне работает измеритель, и достаточно высокие рейтинги показывают эти проекты. Во-первых. Во-вторых, конечно, мы живем во времена информационной войны, и вот эти новостные каналы, которые мы знаем за рубежом, в Европе, в частности, в Америке, используют абсолютно против нас, причем нон-стоп. И, конечно, нужно отвечать. Нужно отвечать. Президент недавно, когда я докладывал ему по поводу канала, сказал, что лучше воевать здесь, в информационном поле, чем воевать на поле боя. Первой информационной в двух словах скрыта главная суть нового телеканала. Авторская, режиссерская, техническая группы будут стремиться к совершенно новой работе в новостном телевещании и быть первыми. Внимание громкому проекту высочайшее, поэтому готовность телеканала постоянно была в большом внимании на высоком уровне. Обращение и интерес зрительской аудитории к новостным каналам — это в первую очередь новости каждый час. То есть там идет прям вот пик начала часа. Первый информационный создан на базе агентства фундамент белорусских теленовостей. Я пришел сюда в начале 2000-х, то есть 20 лет назад, когда приходил сюда, еще в моде был линейный монтаж на БТК. Мы снимали на большие тяжелые камеры. Не у всех корреспондентов, не у всех репортеров в то время даже были мобильные телефоны. Для того, чтобы написать текст, приходилось стоять в очереди, для того, чтобы сесть за компьютер. Конечно, за это время технологии шагнули далеко вперед. Изменилось общество, изменилось телевидение. И для того, чтобы быть смотрибельными, чтобы не остаться на обочине, скажем так, этого информационного прогресса, конечно, мы должны шагать в ногу со временем. И именно поэтому на базе агентства теленовостей, которая является главной информационной структурой, наверное, не только нашей компании, но и во всей стране решено было создать первый информационный телеканал. Вот как, скажите, на этом канале будет такой находиться баланс между творчеством и такой, может, даже агрессивной журналистикой? Смотрите, ну, во-первых, агрессивная журналистика и общественно-политическая журналистика, на что вы намекаете, тоже может быть творчество. Творчество является творчеством для многих людей. Это дело жизни, они это делают с удовольствием. Во-первых, он будет разноформатным, конечно. Он будет развлекательный, спортивный контент, культурный контент, ну, с признаками новостного, аналитического. Можно приходить с идеями и реализовывать себя в самых разных направлениях. Для журналистов это просто находка. И в наши времена, как я только начинал, конечно, такого не было. Мы уже столько производили этих проектов, что, если я не ошибаюсь, ну, 8 часов в день мы без всякой модернизации готовы были закрывать общественно-политическим контентом. Особенно, что касается молодых журналистов, большой шанс показать себя. Любая идея приветствуется. Пиши, становись в кадр и поехали работать. Также в ближайшее время состоится запуск и нового новостного портала. Его название «Ньюзбай». Запрос «Ньюз» — один из самых популярных в интернете на всей планете. И, естественно, мы будем идти вместе с информационным каналом. Но в то же время, в то же время «Ньюзбай» — это самостоятельный информационный ресурс, где уже на сегодняшний день мы понимаем, что появляется ежесуточно порядка 100 разных новостей с абсолютно разным контентом. Достаточно много работы. И самое главное — работа с наполнением канала. То есть это практически все онлайн. Практически мы будем стараться доводить самую последнюю информацию до зрителя самыми первыми. Уже точно известно, что новости будут выходить в эфир первого информационного каждый час, а в сетке вещания зрители могут увидеть прямые включения с мест самых важных событий — экспертное мнение специальной проекта. Таким образом, белорусское телевидение идет в ногу со временем, в котором интернет-воины и фейковые новости стали особенностями современного мира, который вокруг совершенно нестабилен. Первый информационный телеканал призван обеспечивать проверенным, продивом и актуальным контентом. Это будет нишевый канал, он будет информационный, он рассчитан, в общем-то, на думающую аудиторию, которая интересуется тем, что происходит в Беларуси, тем, что происходит за рубежом, на ту аудиторию, которая готова потреблять объективную, проверенную информацию, которая готова анализировать, которая готова к авторской журналистике, к интересным мнениям экспертов, которая готова сопоставлять факты и данные, чтобы для себя делать выводы. Так что же на самом деле происходит в мире? Что на самом деле происходит на Западе? Почему там в данный момент такое большое количество двойных стандартов. Почему в данный момент такое агрессивное отношение к Беларуси и другим странам? Почему Запад так противится созданию многополярного мира? Почему ему так не нравятся страны, такие как Беларусь, которая пытается выбирать самостоятельный путь развития? Наши оппоненты с разных медиаресурсов выливают на Беларусь ушаты грязи и ушаты неправильной информации, в чем они сами уже несколько лет подряд открыто признаются, ну конечно смотреть на это просто, сложа руки, ну как минимум неправильно и обидно. Поэтому мы молчать не будем, мы тоже будем говорить в ответ, но отвечать будем не словом, а делом и не фейками, а фактами. Наши телевизионные сообщества не созрели для такой более живой работы, вот как вы считаете? Может они уже давно готовы, например, это как раз такое время, когда подошли? Конечно, это и есть современное телевидение, в отличие от классических общественно-политических каналов, на которых выходят новости с шагом 2 часа, 3 часа, иногда 4 часа, на этом канале выпуск новостей может длиться 4 часа в прямом эфире. За это время можно сообщить огромное количество новостей, держать какую-то важную тему. А то, что готовы или нет, конечно мы готовы. Агентствитель новостей, знаменитая в нашей стране информационная структура, мы это все, достав, так сказать, весь свой журналистский новостной опыт, проецируем в целом на компании. Ну, пусть все будет хорошо, пусть все получится. Спасибо, спасибо, получится. Спасибо. Включение из любого белорусского уголка главных событий страны быстро, ярко и с интересом. А у нас этих событий много. Активно показ в прямом эфире важных общественно-политических мероприятий. Международных встреч, пресс-конференции, заседаний правительства, заявлений МИД и другого. Широкое присутствие бизнес и финансовых новостей, глубокой аналитики. Авторский взгляд, экспертное мнение. Культурные, спортивные, экономические события в жизни страны будут оформлены в уникальные рубрики и проекты. Ведущие станут лучшими друзьями белорусского зрителя. Вот прям в эти минуты. Встретимся на первом информационном. Вы готовы? Будь первым. На первом информационном. Специально для первого информационного. Первый информационный расскажет и покажет. Поехали. Мне просто не терпится все вам рассказать на первом информационном. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok